Бизнес-ланч Соловьев Владимир. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Тезки будут сегодня беседовать. Вы находитесь в Мытищах. Компания изготавливает материалы для печати на 3D-принтерах. Если можно, буквально коротенькую визитку. Когда вы появились на рынке, почему выбрали эту нишу, а потом уже нырнем поглубже. Компания Харзлапс была основана в 2017 году. До этого проводились также исследования. После 5 лет исследований. Мы занимаемся, как вы уже упомянули, производством, разработкой производством и продажей материалов для 3D-печати, для 3D-принтеров. Производство находится в городе Мытища, в Московской области. Полный цикл. То есть вся наша деятельность проходит на территории Московской области. В 2018 году, то есть уже через год после создания, мы вышли на, так скажем, мировые рынки, на экспорт. Открыли офис, склад в Европе. Почему так быстро, может возникнуть вопрос. Потому что изначально, с самого момента основания, мы были нацелены на экспорт, на продажи, как в Европе, так и во всем мире. И поэтому с этой целью мы и начинали свою работу. И практически сразу стали участвовать в конкурсах, которые проводят в Московской области, в правительстве Московской области, различные фонды, как московские, так и подмосковные. То есть это одно из наших основных направлений. Но я так понимаю, что именно из-за такого выбранного пути развития вы и стали победителем в номинации «Экспортер года» в сфере промышленности. Отчасти да, потому что мы много общаемся с зарубежными партнерами, зарубежными клиентами. У нас англоговорящая команда. Мы большое внимание уделяем продвижению как нашего бренда, нашей продукции, компании в целом на международных рынках. Мы участвуем в крупнейших выставках по 3D-печати, стараемся, чтобы нашу компанию знали. И она была узнаваема не только на территории России, но и за рубежом. Такая локализация в Московской области, чем она была связана? Сырье, кадры, энергетика, другие какие-то причины? На самом деле так сложилось. Начинали в 2017 году в Москве. Но так как более удобно все-таки большие производства размещать за пределами мегаполиса, в частности Москвы, то... Ну, переехали, я так понимаю. Да, мы не то, что переехали, но изначально уже начинали работу в Московской области, в городе Мытище. В принципе, можно сказать так, что так сложились звезды. То есть именно команда, состав команды оказался более расположен к Московской области. И, в частности, так действительно сложилось по, может быть, какому-то совпадению, что Мытище стал действительно центром 3D-печати России, потому что очень многие эксперты в области 3D-печати, многие компании даже находятся именно в городе Мытище. Насколько наукоемкое производство, я имею в виду предварительные шаги, исследования, компоненты перед тем, как запустить это в производство? Здесь, наверное, какая-то своя специализация и в плане кадров. Да, это, не побоюсь этого слова, очень сложный наукоемкий процесс. Это химия. И здесь нужно иметь очень большой опыт, очень хорошие знания в области химии. Как я уже также упоминал, что исследования у нас проходят на протяжении большого количества времени. То есть для создания качественного материала нужно довольно-таки много времени и усилий. Но хочу подчеркнуть, что мы делаем материалы качеством не хуже мировых аналогов, но по цене они являются доступнее, чем, соответственно, зарубежные аналоги. Ну вот когда-то, буквально пару-тройку лет назад, 3D-печать это было нечто из области почти магии. А сейчас, я так понимаю, что это очень динамично развивающийся сегмент рынка. И вот здесь, что важно для производителя сырья? Как нужно строить производство или, может быть, маркетинг для того, чтобы оставаться все время в топе внимания? Рынок 3D-печати развивается очень динамично, как в России, так и во всем мире. Действительно, несколько лет назад для многих 3D-печать было что-то из космической области, за гранью. То есть не было понимания, как это работает. Но на самом деле, скажу так, что до сих пор не все понимают, как это работает, то есть что представляет из себя 3D-печать. Поэтому мы это видим и мы проводим много обучений, обучающих мероприятий совместно с государственными вузами, с государственными также предприятиями, с какими-то исследовательскими центрами. Потому что это сейчас востребовано и очень многие, как предприятия, так и люди хотят знать, что это такое, хотят уметь печатать, хотят знать досконально, что такое 3D-печать. И это настолько востребовано, что мы в последнее время, за последний год провели около 65 мероприятий именно обучающего плана. Владимир, скажите, вот вы говорили о том, что Харслабс это качественные материалы, но тем не менее вы стоите в плане ценовой категории чуть ниже, чем мировой рынок. За счет чего вот этот демпинг происходит? За счет доступности сырья, за счет, я не знаю, налаженной уже производственной базы. Почему вы можете себе слегка обеспечить такое преимущество на рынке? Доступные цены также являлись, наверное, одной из наших целей, чтобы и российский потребитель, и европейский, и мировой тоже мог позволить себе больше, мог познакомиться с 3D-печатью проще. То есть, чтобы легче было войти в этот мир и начать печатать. Цены, конечно, у нас уже сложилась налаженная цепочка как поставок сырья, так и наш коллектив тоже слаженный в плане разработок и производства. Поэтому локализация, в частности в Московской области, помогает нам держать цены на приемлемом уровне, чтобы как можно больше людей было вовлечено в процесс. Потому что нашей целью, нашей даже миссией является обеспечение клиентов и партнеров качественными материалами для 3D-печати. Хорошо. Вы в начале нашего разговора сказали, что изначально одним из приоритетных векторов развития компании был выход на мировые рынки. Сейчас очень много поменялось в этих направлениях, да, логистические цепочки, санкционный механизм. Эта ориентированность, она не сыграла в минус компании? Удалось оперативно перестроиться? Или, например, тех путей, векторов направления продукции хватило для того, чтобы минимизировать потери от того, что было закрыто? Да, Владимир, вы правильно говорите, что по большей части логистические цепочки пришлось перестраивать. Нам также пришлось искать аналоги сырья, альтернативных поставщиков сырья, где-то переориентироваться на азиатских, возможно, поставщиков. То есть многие процессы действительно пришлось подкорректировать, поменять, но мы стараемся делать это быстро, то есть подстраиваться под изменяющиеся условия и оперативно менять какую-то внутреннюю нашу работу, потому что это является одним из залогов успеха, потому что в нынешних условиях нужно очень быстро адаптироваться и быстро менять именно что-то в своей работе. И здесь, конечно, тоже проделывается очень большая работа. В России на рынке вы испытываете какое-то конкурентное давление или чувствуете себя достаточно комфортно? Я бы не сказал, что мы, точнее скажу так, что мы не хотим чувствовать себя комфортно, потому что мы знаем, что конкуренция это всегда в плюс. В первую очередь конкуренция, от конкуренции выигрывает конечный потребитель, клиент, поэтому мы никогда, наверное, не ставим себя где-то на пьедестал и говорим, что мы самые лучшие и у нас нет конкурентов. Нет, мы благодарны нашим конкурентам. В России также есть другие компании, производители материалов для 3D-печати. И мы им благодарны за эту конкуренцию, потому что она помогает нам вместе развивать рынок и, соответственно, делать нашу работу качественнее и стремиться к постоянному усовершенствованию. Ну да, вот это стремление, оно и приводит к тем результатам, как первое место экспортер года в сфере промышленности и прорыв года серебряная награда. Я напомню нашим радиослушателям, что в программе «Бизнес-ланч» мы сегодня беседуем с руководителем отдела по работе с клиентами компании «Хардслабс», которая все эти награды как раз и получила. Владимир Соловьев у нас в гостях. Владимир, ну раз уж вы говорите, что не хотите быть спокойными, потому что конкуренция работает только в плюс, такое динамичное развитие рынка, оно может привести к тому, что игроков появится больше? Или все-таки вход в этот сегмент достаточно непрост, потому что научные разработки – это очень узкоспециализированное направление? Я уверен, что, наверное, с кадрами здесь могут быть большие вопросы. Да, Владимир, вы абсолютно правильно сказали, что вход в этот рынок не так прост, как может показаться, потому что это действительно требует больших именно… Наверное, больше научных каких-то? Да, научного потенциала, интеллектуальной собственности, высококвалифицированных кадров, да, поэтому… Но новые игроки, естественно, заходят в этот рынок, потому что он сам по себе развивается, сам по себе растет, появляются как российские, российские компании, азиатские компании, много азиатских компаний, турецкие компании и другие. Конечно, сейчас ситуация складывается так, что, например, европейские мировые, некоторые мировые производители наоборот уходят с нашего рынка, ну, и эти ниши пытаются занять другие производители. Ну, одновременно с этим и те рынки для нас остаются вне доступа. Здесь такой процесс двоякий? Процесс двоякий, возможно, какие-то рынки для нас становятся более закрытыми, менее доступными, но мы переориентируемся, стараемся переориентироваться на другие рынки. Вот приведу недавний пример, то есть мы… у нас появились клиенты из Азии, то есть мы начали довольно-таки серьезно общаться и работать с клиентами из Вьетнама, из Ирака, ведем переговоры с компаниями из Ирана. То есть мы переориентируемся, стараемся переориентироваться, и это дает свои результаты, но мы ни в коем случае не останавливаемся в работе с Европой, с Америкой. Эта работа также ведется, и стараемся поддерживать все наши направления и развивать их. Хорошо, Владимир, вот как раз об этом я и хочу поговорить сейчас, вернуться в 2017-2018 год. Я не знаю, как с точки зрения материалов для 3D-печати, но любая продукция, которая выходит на мировой рынок, встречается в большей или меньшей степени, в зависимости от конкретной страны, с некими такими задачами, которые предстоит решать, да, потому что не все ориентированы на импортное производство, на импортный продукт. Есть, опять же, да, система защиты собственных производителей, и попасть иногда на рынки ох, как непросто. Есть какие-то моменты, которые вы можете привести в качестве примера, да? Где было сложно, например, и как эти сложности преодолевались? Сложности возникают, возможно, в том плане, что в разных случаях разный менталитет, то есть нужно подстраиваться под конкретного клиента из конкретной страны. То есть все-таки эти особенности есть, но если подойти к этому с уважением клиенту, к культуру его страны, к укладу там, где он находится, к этому региону, то, в принципе, преград нет. Самое главное – это качественный продукт. То есть все-таки мы начинали с этого, что если выходить на мировой рынок, то с качественным продуктом нужно общаться на одном языке. То есть, опять же, как я говорил, что англоязычная команда, техническая поддержка. Как, Владимир, вы отмечали, 3D-печать – это очень наукоемкая отрасль, где очень много технических нюансов, моментов. Поэтому поддержка клиентов очень важна, и мы ее производим, можно сказать, 24 на 7 на английском языке. То есть клиент из любой точки мира может обратиться к нам, если у него что-то не получается. Работа с фондом внешнеэкономической деятельности полегче стала общаться с рынками иностранными? Да, скажу так, что фонд нам помогал и продолжает помогать. Хочу сказать за это спасибо. Мы начали сотрудничество в 2019 году. Они нам помогали с организационными вопросами по международной выставке, также с застройкой стенда. Предоставляли нам после этого уже субсидии. Мы организовали бизнес-миссии, то есть бизнес-миссии – это предоставление площадки для общения с потенциальными клиентами, партнерами, поиск потенциальных партнеров с их стороны. И, соответственно, после этого мы уже проводим свою работу. Да, с фондом мы давно не только общаемся, но и работаем. Да, спасибо. Вот ваша победа как экспортер года в сфере промышленности, мне понятно. А вот номинация «Прорыв года», что такого прорывного было в деятельности «Хардслабс», что вы получили такую награду? Можете объяснить? Я считаю, что премию «Прорыв года» мы получили за то, что в 2021 году, напомню, что это был тоже непростой пандемийный год с его локдаунами, ограничениями и так далее. Но даже в этих условиях мы сумели нарастить экспорт более чем на 10%. Мы приобрели новых партнеров за рубежом. То есть число наших дилеров и реселлеров выросло в этот период. И также мы в этот период смогли принять участие в двух крупнейших выставках по 3D-печати. Одна крупнейшая по 3D-печати «Формнекст» и стоматологическая выставка, так как большое количество наших партнеров и клиентов – это стоматологи, зуботехнические лаборатории. Это выставка «ИДС». То есть даже в условиях ограничений, то, что не было понятно, что вся команда сможет поехать на выставку, кто-то кого-то могут не пустить, у кого-то могут быть положительные тесты. Но даже в этих условиях мы смогли принять участие, наработать новую и клиентскую базу новых клиентов и партнеров. И за счет этого мы, как я думаю, получили эту награду. Насколько я понимаю, у «Хардслабс» сейчас больше все-таки интенсивное развитие, чем экстенсивное. Но о расширении, о масштабировании вы планируете что-то? Да, мы планируем. В этом году мы планируем расширить наш производственно-лабораторный комплекс до 1900 квадратных метров. Сейчас идет ремонт. То есть мы занимаемся более новой площади для производства, расширяем лабораторию. Мы вложились в модернизацию оборудования именно для лаборатории, чтобы качество наших продуктов было еще выше. Мы смогли это контролировать на еще более высоком уровне. И поэтому расширяемся в этом году. И уже в этом году мы планируем этот комплекс пустить в работу и полностью перейти на новой площади, как в производстве, так и в лаборатории. Насколько я понимаю, сам принцип всего производства, помимо научного отдела и производственного, штат компании, видимо, невелик. Потому как все-таки интеллектуальная собственность – это одно. Могут работать пять человек, гениев, и делать это все за всех. Какой общий штат компании? На данный момент общий штат компании не более 50 человек. Но опять же, это все познается в сравнении. То есть 2017 год, самое начало, все начиналось с четырех человек. И это, напомню, начиналось как стартап. И с этого периода, на мой взгляд, мы выросли до такого штата. То есть для нас 50 человек – это немало. Ну, в 10 раз, по сути, да, получается так? Ну, получается, да, что так. Штат небольшой, если сравнивать с большими промышленными предприятиями. Но я считаю, что каждый человек у нас занимает свое место. Кстати, о месте. Раз уж это действительно высоконавточное затратное производство и разработки, как вы стоите по рынку в плане мотивации именно материальной своих сотрудников? Есть ли с этим проблемы или удается удерживать как раз тот состав, который и был? Мы стараемся удерживать весь персонал, всех сотрудников. То есть как в пандемийную пору, когда, опять же, многие закрывались или сокращали штат, мы старались этого не делать. Хочу сказать спасибо нашему руководству. То, что у нас идет постоянная работа по поиску научных кадров. Мы работаем с институтами, вузами. Пользуясь случаем, я хочу пригласить выпускников ведущих химических вузов, чтобы они обратили внимание на нашу компанию. Приезжайте к нам в гости, необязательно на собеседование. Можем просто познакомиться, рассказать вам перспективы дальнейшей работы, сотрудничества. Потому что мы приветствуем исследователей, разработчиков. Мы постоянно находимся в поиске, даже сейчас. Контакты вы можете найти на сайте, посмотреть, связаться. Мы ищем разработчиков, выпускников вузов. Будем очень рады видеть в наших рядах. У нас дружелюбный, демократичный коллектив. Опять же, руководство старается развивать сотрудников. Они предоставляют возможность изучать иностранный язык за счет компании. То есть, поддерживают спортивные мероприятия и спортивную активность сотрудников. Может быть, и это тоже является одним из залогов успеха, я так думаю. Ну, вот как раз вы, походя, ответили на мой вопрос, который не прозвучал. Но хорошо, Владимир, тогда следующее. Наверное, в вашу кухню сейчас залезу вопросом. Человек, который продает такую продукцию, общаясь с клиентом, менеджер по продажам, я не знаю, или, может быть, как-то по-другому это у вас называется, какими минимальными знаниями должен обладать он? Потому что, ну, как мне кажется, такая специфическая продукция в беседе с понимающим покупателем должна на человека налагать какую-то ответственность. Да, соглашусь с вами. Определенными знаниями нужно обладать по 3D-печати, в каком-то плане знать техническую сторону вопроса, то есть, как работает, то есть, как 3D-принтер печатает, потому что у многих, кто не сталкивался с этой сферой, просто нет понимания, как это работает, то есть, допустим, как у некоторых, некоторые боятся летать на самолетах, да, потому что не знают, как это происходит здесь, можно провести аналогию, то, что 3D-печать для многих это неизведанное... Ну да, терра инкогнито, да, терра инкогнито, и человек, который работает с материалами, в частности их продает, должен, естественно, разбираться и в технических вопросах. Ну и также вот именно в нашей работе нужен, как минимум, английский язык, конечно, не мешало бы еще немецкий, но зачастую... Ну, мне кажется, сейчас гораздо более актуально будет переключаться на китайский, наверное, да? Китайский, возможно, возможно, уже... Ну, пока с китайцами общаемся на английском, ну, возможно, это тоже одна из наших дальнейших перспектив. То есть нужен иностранный язык, знание языка, знание технических аспектов 3D-печати, соответственно, знание нашего продукта, специфики нашей деятельности и циклов производства. То есть все эти качества, естественно, важны для сотрудника отдела работы с клиентами, для продаж. Но хочу отметить, что мы очень большое внимание уделяем технической поддержке наших клиентов, партнеров, и у нас работает целый отдел технической поддержки. То есть если какие-то... Ну, то есть вопросы решает не менеджер по продажам, а именно... Технически, не углубляясь, конечно, менеджер может решить все вопросы, но если пошла специфика, уже 3D-печати, постобработки, потому что это тоже немаловажный момент постобработки моделей после печати, потому что многие забывают об этом. Для некоторых 3D-печать состоит только из печати, но процесс постобработки, он не менее важен, чем сама печать. И по более сложным вопросам менеджер всегда может переключить на сотрудников техподдержки. Ну и последний вопрос, у нас буквально полминутки осталось. Владимир, какое будущее у 3D-печати, я имею в виду в плане развития самого сегмента рынка, в частности, в нашей стране? Я считаю, что будущее очень светлое у 3D-печати, потому что рынок сам по себе растет. И приходит понимание, что с помощью этих технологий можно сделать деталь быстрее, дешевле, снизить производственные затраты, снизить затраты на трудовые затраты. И 3D-печать все больше проникает, как во все сферы, во многие предприятия, многие лидеры рынка уже используют 3D-печать. То есть для тех, кто идет в авангарде технологий и инноваций, 3D-печать это не будущее, а уже настоящее. Ну, а фирма «Хардслабс» как раз в этом авангарде и идет, уже с точки зрения поставщика материалов для 3D-печати. И я напомню, что руководитель отдела по работе с клиентами компании «Хардслабс» Владимир Соловьев сегодня был в нашем эфире в компании с Владимиром Вахрушевым. Бизнес-ланч, Владимир, спасибо вам за то, что нашли время с нами пообщаться. Терра инкогнито стала чуть более понятна, я имею в виду область 3D-печати, ну а вашей компании процветание, естественно. Бизнес-ланч